сегодня наш референс с тобой настоящая япония сакура цветущая красивый японский мостик в общем красота прекрасный пейзаж понадобится нам с тобой как обычно акварель листа пятого формата шершавой стороной наверх я по периметру обклеила малярной лентой достаточно широко где-то по два сантиметра с каждой стороны также понадобится карандашик и ластик у меня это кляча линер микрон 03 кисточка у меня колонок четверка фирма палитра белая белая гелевая ручка у меня это джели ролл 08 также красочки санет 16 цветов палитра водичка и салфетки ну что начнем с компоновки что у нас здесь важно у нас есть часть водички и часть неба да то есть какую-то честно нужно нарисовать пошире чтобы линия горизонта проходила неровно по центру листа поэтому где-то вот чуть меньше у нас будет воды чуть больше неба и я сразу намечаю мы здесь во первых можем наметить сначала сам саму линию моста то есть где-то вот здесь у меня будет проходить мост непосредственно до ровную горизонтальную линию рисую смотрю чтобы она не заваливалась вот прям могу проверить о край листа вот тут раз зажала тут подставила два отлично да ровная горизонтальная линия это будет мост но еще если присмотреться над линии моста там есть есть еще линия горизонта то есть где-то вот там у нас пойдет еще непосредственно линия горизонта вот так две полосочки и и более центрово буду рисовать то есть мостик нарисуем ровно по центру где-то нахожу центр композиции ставлю засечку проверяю край листа раз-два ну вот практически попало где то вот здесь и что важно чтобы мост сейчас не получился огромный или супер маленький у нас какая должна быть такая ровненькая красивая история по центру вот такой вот мостик у нас пойдет чтобы у нас здесь еще осталось место и здесь осталось место то есть такой не супер большой не супер маленький мостик да какой то вот такой вот легкий И легкая дуга. Дуга у меня поднимается выше нашей линии горизонта. Обращаю на это внимание, чтобы не получилось, что мостик маленький и приходит прямо в контур. То есть вот где-то так. Сразу можно прорисовать, что здесь у нас будет такая толстая достаточно площадь, какая-то такая поверхность. И здесь она тоже идет, не знаю, бетонная часть, которая среди воды. И, соответственно, у моста она тоже есть. Вот я эту толщинку намечаю, какую-то такую бетонную, толстенькую. Так, у меня очень сильно прогнулся мост, я его чуточку уменьшу. Так, и смотрим еще раз по симметрии, чтобы у меня не заваливался мост влево или вправо. То есть этот центр, значит, равно удален от центра должен быть мост. Вот какая-то такая дуга. Раз, я ее повторяю, эту дугу, чтобы вот она у нас была тут, толщиночка эта чувствовалась. Вот как-то вот так, да. И сразу же намечу еще по полосочке, что это у нас поручни. Так, вот, кстати, момент. Намечаю. Вот. Ну и здесь где-то, да, поручни. И вот у меня уже потерялась линия горизонта, сейчас я ее проведу еще раз. Это у нас поручни, я прям тут себе вот прорисую какие-то полосочки. Карандашиком, чтобы потом не забыть, не потерять. Это у нас конкретно про мост история. А теперь смотрим еще раз. Линия горизонта, вон там проходит где-то вот сюда, приходит в мостик. Где-то вот здесь я ее намечу. Вот она у меня будет проходить. Здесь, да, там не видно. Вот здесь где-то вот тут. Вот. Помним про ровные горизонтальные линии. Дальше смотрим. По высоте от линии горизонта у нас здесь идут какие-то красивые деревья в два ряда. Есть первый ряд, он не очень высокий, да, то есть какая-то вот такая вот масса, я ее намечаю. Вот так. И дальше есть еще одна масса, более крупная, такая как горы, но это на самом деле деревья. Тоже намечаю раз-два. Здесь так сильно мало не буду делать, не буду уже тут домики рисовать, просто намечаю тоже какую-то вот такую вот массу. Что она у нас там сзади есть, есть какой-то дальний план за озером. Хорошо. Общая масса готова и сразу намечу веточки. Все веточки мы намечать не будем. Я сделаю вот эту ветку, да, ярко выраженную, вот она у нас тут будет расти, вот расходиться, развиваться. Вот я сразу намечаю несколько тут веточек, чтобы они у меня красиво росли. Тут как бы снизу немножечко вот так вот и не до самого конца, где-то вот до плюс-минус центра нашего озера. И здесь та же самая история, только слева будет вот так вот не спадать веточки. Раз, тут, например, какая-нибудь два, чтобы у нас получилась такая красивая весенняя картинка. Вот так, да, то есть вот у нас такие тут веточки, которые будут потом расходиться. Основная история про мост и дополнительные красивые узоры на веточках. Все, мы все на самом деле наметили. Можно немножечко наметить себе отражение в озере. Вот эту центральную линию я убираю, что оно у нас будет идти где-то вот здесь. И больше в карандаше нам ничего делать не нужно. Мы сейчас возьмем линер и все это дело обведем. Отлично. Начинаю обводить. По вот этим бетонным деталям, да, я стараюсь рисовать достаточно четко. Они у нас из какого-то такого материала собраны четкого. Супер прогнутый мост не делаем, да, это такой легкий пешеходный мостик, а не какой-то, на котором нужно только на машине забираться. Так, не забываем, здесь есть толщинка самого моста, то есть бетонная какая-то история, да. И дальше у нас пойдут поручни с столбики. То есть я вот тут вот, например, намечу столбик, вот тут намечу столбик обязательно. Посмотрю вот здесь у нас, ну вот я вижу по центру небольшой красный столбик. Ну то есть парочку столбиков разбросаю и соединяю, чтобы у нас тут тоже получилась такая красивая аккуратненькая дуга. Можно тоже двойной линией, вот так, и здесь тоже веду вот эту вот историю. Тут какой-то столбик, тут создаем объемчик, тут столбик, тут столбик, вот так. Можно еще столбиков добавить, хуже не будет, они будут чуть почаще. Так, супер детально я их не прорисовываю. Вот у нас уже появился мостик. Сразу же там намечу линию горизонта, я ее супер четко, ярко не прорисовываю, просто вот так вот провожу. Главное, чтобы была ровная, более-менее горизонтальная линия. Вот тут мы не видим, да, мы видим только с этой стороны. И прорисовываю там наш дальний план. Нет задачи прорисовать там каждое дерево, но общую массу того, что есть деревья розовые какие-то, более светлые, да, а есть более крупные, высокие вот эти деревья, я все-таки создаю. То есть разбиваю массы на разные. Не одну большую такую гребеночку рисую, а вот какие-то такие деревья там создаю, как будто бы то ли лес, то ли парк, что-то такое. Кстати, я тут еще забыла, у нас есть тут тоже небольшое деревце, я его тоже намечу, где-то вот тут оно у нас начинает расти. И просто вот такая шапочка дерева, да, такое не до конца еще у нас оно зацвело. Можно тут, кстати, еще одно такое наметить, чтобы вот было ощущение несколько планов, да. То есть вот тут деревце, веточки прорисовываю в нем, плюс-минус какие-то основные, и немножечко такую шапку дерева намечаю. Тут и тут. Я в Японии не бывала, но, если честно, чем старше становлюсь, тем интереснее мне это направление. Мне кажется, оно какое-то такое совершенно нестандартное в нашем плане. Здесь вот, кстати, тоже какой-то кустик можно наметить, такой более темненький. Тоже какое-то дерево, такое еще весеннее, нераспустившееся можно наметить такими ветками. Более раскидистыми без шапки дерева, да, то есть тут тоже вот у нас такие раскидистые ветки. Отлично. По отражению я сейчас ничего в линии рисовать не буду. Здесь можно на мостике вот эти бубочки на столбиках наметить более объемно, чтобы торчали. Чуть тоже так будет смотреться интереснее, фактурнее наш мостик. Так вот, да, в Японии я не бывала, но чем дальше, тем интереснее и больше хочется туда попасть. У меня там бабушка бывала. Вот она мне оттуда много красивых историй привезла. И теперь прорисуем еще вот эти веточки. Я пока их супер детально прорисовывать не буду. Почему? Потому что я пока не знаю, как у меня пойдут эти цветы. Но легкие такие намеки на сами ветки можно уже сделать. И обращаю внимание, что веточка вот здесь у основания, она может быть такая потолще. Каждая веточка у основания может быть слегка потолще. А уже вот сюда кончику я стараюсь разводить максимально тоненько. Так у нас будет похоже больше на дерево. Контур стараюсь делать дрожащий. Это не бревна, это не какие-то тут, не знаю, доски. Это что-то тоненькое, очень такое витьеватое, ажурненькое. И веточки, да, они у основания. Вот здесь где-то могут быть еще потолще. Но чем ближе вот сюда, тем они становятся все тоньше и тоньше. То есть такие буквально веревочки. Вот так. Убираю весь лишний грифель. Наша красивая композиция готова. И мы сейчас ее будем раскрашивать. Отлично. Начнем мы с фона. То есть это с неба и озера. Будем делать его таким легким, полупрозрачным, розовато-сиреневым. Поэтому мне понадобится много краплака, такого розового цвета. Если нет краплака, можно использовать красный, но розовый получится более такой теплый. Не такой рассветно-закатно-сахурный. Назовем это так. То есть я вот делаю очень так прозрачный цвет. И рядом в луночке еще намешаю себе голубой. Но тоже можно немножко с кармином, чтобы цвет сразу получился такой сиреневый. Вот так. Можно сразу готовый фиолетовый взять. Тоже хорошо будет смотреться. Так. Так. И чуть-чуть больше этого голубого, чтобы цвет получился такой вот-вот сиреневенький. Да? Вот. Отлично. Здесь и здесь у нас будут плюс-минус одинаковые оттенки. Я еще возьму немножко себе желтого цвета. Но тоже не чистого, а немножечко с кармином. Такой персиковый оттенок у нас получится. Чуть-чуть желтенького, чуть-чуть кармин и водичка. Цвет получается такой слегка теплый, слегка желтенький. Вот таких три цвета. И сейчас будем ими заполнять наше пространство. Я пока не буду думать ни про ветки с цветочками. Не буду думать про задний план, который там легко фиолетовато-розовенький. Я пока просто заполняю. Я даже возьму кисточку покрупнее. И заполняю большими такими переливчиками. Заполняю водичкой нашу вот эту вот область. Чтобы она здесь получилась легко, мокро и хорошо затекала. Вот здесь даже можно зайти на наш дальний план. Ничего страшного не произойдет. Так, пока вот будем работать с верхним планом. Пока водичку не мочу. И здесь у нас какая история, если присмотреться. Здесь вроде как есть еще солнышко. Поэтому где-то вот в этих местах я стараюсь прорисовать больше таких светло-желтовато-розовых оттенков. Более таких водянистых. Нет задачи рисовать прям солнце. Нету. Но эффект вот здесь должен получиться такой более розовенький и прозрачный. А уже дальше добавляю больше нашего вот этого пигмента. Развожу его. Не боюсь зайти на наши деревья. Они все равно будут более плотного цвета. Сюда тоже добавляю розовенький обязательно. Так, и к нашему уголку добавлю даже немножечко вот нашего этого сиренево-голубого. Помогаю краске немножечко соединиться. Кисточка у меня белка, чтобы больше в нее помещалось влаги и пигмента. Вот здесь больше розовинки, вот здесь больше фиолетовинки. Оттенки плавно друг в друга перетекают. Я красочкам помогаю. Тут вот больше тоже добавлю, да, можно даже с нашим вот этим желтеньким. Вот так. И небо получается такое легкое, прозрачное, супер яркое, его делать не нужно. Почему? Потому что у нас все-таки яркие цветочки, нам нужно, чтобы у нас на передний план вышли цветы. Но при этом легкую вот такую вот закрасочку сделать на фоне можно. Вот сюда больше чуть-чуть желтенького добавить. Вот так, без перебора, чтобы этот желтый здесь не светился ярким таким пятном. Поэтому немножко развожу нашим розовым. Вот так. Какие красивые оттенки. У меня немножко бугрится уже бумага, это нормально. Даже с учетом того, что я ее прикрепила малярной лентой, все равно она слегка бугрится. Это нормально. Фиолетовый плюс наш кармин тоже нам даст хороший сиреневый оттенок, поэтому можно использовать и его, если хочется. Будет так меньше синевы, больше сиреневатости. Вот так. Такой легкий, красивый, полупрозрачный фон. И обращаю внимание, что на деревья, на дальнем плане я тоже смело зашла. Они у нас будут чуть темнее, поэтому не страшно на них зайти. Наоборот, будет красиво. То же самое я сейчас буду делать и с водой. Здесь у нас есть эффект золотистой вот этой дорожки, то есть нам тоже понадобится вот этот желтый. Я пока мочу, вот ту дальнюю границу не мочу, там будет светленько. А тут как раз-таки под мостом делаю все мокро. Вот так. Вот так. И начинаю, по сути, ту же самую историю точно так же работать. Сначала можно немножко желтенького, тоже где-то вот в этой части водички. Тут уже больше делаю мазки полосатыми. Такими полосочками развожу. Почему? Потому что рябь воды у нас есть. И я стараюсь эту рябь воды придерживаться. Этой рябь воды. Так. Развожу водичкой. Стараюсь немножко так соединять. Смотрю, чтобы там супер наглухо у меня все не закрашивалось. Беру вот этот наш фиолетовато-карминовый цвет. Вот сюда добавляю чуть-чуть фиолетовинки. Вот так. Водичка может быть чуть-чуть поярче, чем небо. Тут у нас кармин плюс желтый. Вот я беру желтенький, беру этот кармин. И вот таким более тепло-розовым цветом здесь прохожусь. На мост можно заходить, потому что по мосту мы еще будем сверху проходиться. Он будет плотнее. Желтый и кармин. Так. Полосочками здесь стараюсь создавать вот этот эффект рябь на воде. И здесь тоже. Вот так. То есть у меня получился такой эффект движения воды. Вот тут на переднем плане я сделаю еще больше такого сиреневого. Это фиолетовый плюс кармин. Но только тоже достаточно водянисто. Чтобы он не супер яркий был. Я еще немножко здесь пройдусь. Вот тут такой рябью на воде. Такими тонкими полосочками, острым кончиком кисточки. Прохожусь и у меня получается такой эффект движения воды. На небе это не нужно делать, эти полосочки. А вот здесь можно, создается эффект именно движения водички. Только смотрим, чтобы это были... Чем дальше, тем более узкие полосочки. Чем ближе на переднем плане, тем они могут быть четче и ярче видны. Все, пока оставляю. Очень мне нравятся переливы цвета. Пусть высыхают. И когда полностью подсохнет, мы займемся уже нашим дальним планом. Еще, кстати, вот этим оттеночком, нашим желтым, плюс немножко кармина, да, ну таким достаточно прозрачно-светлым оттеночком, я прохожусь вот по той дальней границе. Это тоже озеро. Оно у нас легкое, прозрачное. Вот как здесь, такой цвет. Потом чуть что по нему можно будет там белой гелечкой пройти, чтобы оно было более светленькое. Но пока вот такая вот у нас там должна появиться история. Можно немножко больше розовиночки туда добавить. Кармин. Ну очень так тоже легко, водянисто. Так, смываю кисточку и вот так вот слегка там причесываю, расчесываю, размываю. То есть там такая легкая-легкая история, там зарево такое. Там самый светлый кусочек озера, тут самый такой плотненький. Здесь еще на переднем плане можно еще чуть-чуть. Кармин плюс фиолетоватый оттенок. Еще немножечко вот этой ряби на воде пустить. Острым кончиком. Сильно ярко не делаю. Почему? Потому что у нас здесь еще цветочки пойдут. Смываю кисточку. Немножко размываю. Вот такая вот акварелька по мокрому. У нас получилось. И вот рябь на воде. Отлично. Все, останавливаюсь, жду пока высохнет. Все, подсох мой план, задний фон. Немного странно засохла бумага, не знаю, что тут произошло. Но ничего страшного, тут все равно будут цветочки, поэтому, скорее всего, все перекроется. Я сейчас создам дальний план. И уже после этого перейдем к мосту. По дальнему плану. Опять-таки, беру фиолетовый, да, немножко кармин. Можно взять синенький голубой, чтобы цвет был такой более сиреневенький. И, значит, что нам нужно сделать? У нас тут два плана. Есть более розовый, а есть более такой холодный фиолетовый. Вот более розовеньким я прохожусь вот по этим деревьям. Прозрачно достаточно и розовенько. И прохожусь тоже не наглухо их закрашиваю, а стараюсь какими-то интересными такими переливчиками создать, чтобы у нас тут тоже какие-то перетеки цветов были интересные. Вот так, да, то есть это у нас один план. И там повыше буду создавать уже непосредственно план более сиреневатый такой. Причем тоже наглухо его красить не буду. Эти деревья пока оставляю. Чтобы через, как будто бы вот эти деревья, немножко просвечивался небесный оттенок. Сейчас покажу. Так, тут еще чуть-чуть розовиночки. Кармин. Просто беру кармин, просто капаю кое-где. Вот там внизу деревьев можно чуть побольше, сверху чуть поменьше, чтобы такая неоднородная была структура этой закраски, да, чтобы тоже там перетекала как-то акварель. А теперь беру более такой серьезный сиреневый цвет, более фиолетовый. И начинаю здесь делать то же самое. Чем выше границы поднимаюсь, тем уже реже тыр-тыркаю, оставляя какие-то вот такие прожилки света нашего неба. Будет получаться красиво, пористо, скажем так. И вот так вот заполняю сейчас каждое вот это дальнее деревце. Ну вот, уже собрался какой-то такой объемчик. Я еще к фиолетовому цвету добавлю немножко изумрудненького, что такая какая-то легкая-легкая, ну, эффект зеленцы собрался, да, и тоже чуть-чуть добавлю таких оттенков вот туда. Пусть себе растекаются немножко, чтобы не только сиреневость какая-то такая там светилась, но и еще легкий эффект зеленцы. То есть справа я больше добавляю пигмента, слева у меня больше светлых прожилок по каждой вот этой шапочке. Я по вот этим облачкам как будто бы иду и создаю на них какую-то такую фактуру. Сразу этот дальний план собирается, он становится не просто наглухо ровно закрашенный, как горы какие-нибудь, да, он такой более фактурный. Чувствуется, что это какая-то лесополоса. Так, и еще немножечко кармин, тоже с тем же изумрудом, более такой темный цвет получается. И немножечко вот в нижней части, ближе к мосту, вот сюда к линии горизонта, чуть-чуть подтеняю тоже. Чтобы было понятно, что там есть этот нижний контур, и он не такой светлый. Так, немножко на мост, кстати, можно, ну за мостом точнее наметить. Вот так. Потом белой гелевой ручкой можно будет какие-то детальки вытянуть вперед, и будет тоже достаточно фактурненько смотреться. Хорошо, оставляю как есть, и сейчас займемся мостом. Что по мосту? Сам мост красный, достаточно ярко-красный, вот эти вот перепонки. Но нижние границы, вот эти вот, да, они вполне у нас такие какие-то холодные. Можно даже брать какой-то голубоватый цвет. Я беру кармин, голубой, и таким достаточно плотным оттенком мне нужно сделать, поэтому можно к голубому добавить даже какой-то такой, да, темно-зелененький может, чтобы цвет такой был немножко другой, не такой, как на всей нашей картинке. Вот так. Еще более темный мне хочется, можно фиолетоватый какой-то оттенок добавлять. Так. Вот здесь. Он прямо на контрасте должен быть темненький. Даже с зеленцой какое-то сделаю. Фиолетовый плюс зеленый, это всегда дает какой-то такой темный цвет. Хорошо будет смотреться. Возможно, сейчас уж совсем такой фиолетовато-холодный. Добавлю немножечко кармина в этот оттенок. Так. И нижнюю границу моста тоже делаю таким же цветом. Таким темно-синим. Темно-синий-фиолетовым. Вот так я бы это назвала. Вот так. Аккуратненько, сильно толстым не рисую. Просто вот эта наша полосочка. Если немножко вышли за границы линера, ничего страшного. Вот так. Это как бы основание моста. Так. И сразу же пройдусь вот этим нашим красным. Я возьму кармин и к нему добавлю алый красный. Чтоб цвет был не такой розовенький, а уже прям по-настоящему этот краснючий такой классный оттенок. И теперь прохожусь по нашим вот этим столбикам. Смотрим, чтобы здесь уже все подсохло. Так. Вот так. Достаточно тоненько, чтобы не было тут прям жирной такой полосы. Но при этом заметно. Это такой поручень, который заметен. Можно сразу немножко по нашим вот этим столбикам пройтись. Который мы изначально себе тут намечали. И я даже немного буду размывать этот красный, чтобы он так смотрелся более ажурно. Вот сейчас очень так как-то аккуратно, но не естественно смотрится мост. Поэтому я смываю кисточку, смываю кисточку, воду, размываю немножко о салфетку. И вот тут вот такой добавляю полусухой кистью вторую полосочку, как бы дальнюю часть поручня. Вот здесь немножко размываю специально, чтобы у меня здесь была такая более мокрая история. И казалось, что мост все-таки более объемный. И там какие-то еще столбики могут идти. Я их супер ярко не рисую, но они там повторяют наши первые столбики. Потому что я, ну надеюсь, понятно, у нас есть дальняя часть моста. То есть дальняя часть поручней. Мы их видим как бы двойными такими. На переднем плане четко, на дальнем плане уже не так четко. Вот здесь вот эти красные бубочки тоже намечу. Если они сразу не получились заметными, то вот можно их... Естественно, никаких супер объемов мы здесь рисовать не будем. Ну потому что они здесь нам просто не нужны. Там низ поручней потемнее, верх поручней посветлее. Это все есть на самом деле, но не в такой мелкой иллюстрации, не в таком мелкой детализации предметов. Так белой гелькой потом поставим какие-то классные блики. Вот что точно нужно добавить, это отражение моста в воде. Сейчас он смотрится неестественно, но мы с вами изначально намечали, да, вот эту вот дугу на водичке, поэтому мы сейчас эту дугу и повторим. Если посмотреть на референс, цвет такой, ну вот этой тени, достаточно сиреневый, фиолетовый такой, темненький. Но я к фиолетовому добавлю кармин, чтобы было в общей нашей вот этой массе. И можно даже местами будет немножечко добавить голубого. Все, вот набираю такой цвет, остро, на кончик кисточки. И какими мазками я сейчас это буду делать? Горизонтальными тоненькими полосочками вот здесь сначала буду делать. Такие тоненькие-тоненькие полосочки. Вот тенюшечку вот эту вот намечаю. Вот так. Хоп. Не сильно далеко увожу. И в основном горизонтальными полосками, да. Вот так. Отлично. Теперь беру со второй стороны, делаю примерно то же самое. Мало воды на кисточке. Прям и тоненькими полосочками, самым острым кончиком, делаю еще и здесь такие штучки. Хоп. Вот у нас с двух сторон уже появилось отражение. А теперь нам нужно сделать вот это по дуге. Тут, конечно, в идеале карандашиком бы ничего не рисовать. Но ни в коем случае это не должна быть ровная линия или супер прогнутая. Это должна быть очень похожа на нашу верхнюю линию, да. То есть это должно быть максимально похоже на наш мост. И я сейчас рисую не вовнутрь в основном, а наружу. Вот какими-то такими легкими полосочками. Вот так. Сюда привожу. Сюда. И здесь делаю точно так же. Полукружочек. Здесь, кстати, можно немножко глубже завести, потому что тень как будто бы есть от самого моста. Только немножко размою. Тут чуть-чуть подразмою тоже, чтобы это все смотрелось чуть помягче. Можно немножечко нашего кармина сюда побольше добавить. Вот прям пока влажные вот эти мазки, прям карминового цвета сюда подбавить, и будет более розоватый оттенок отражения. Так, вот здесь еще чуть-чуть. Вот. Так. Вполне себе. Чуть-чуть, может, подсохнет. Еще сделаю более тут вот такие четкие границы. Сейчас может не сильно получиться. Оп. Вот так. Он такой легкий полукруг собрался. Отлично. Вполне себе тень. Вполне себе есть эффект ряби на воде. Я вот, кстати, этим же цветом могу на переднем плане еще чуть-чуть добавить ряби. И заодно перекрыть наши вот эти вот не совсем удачные растеки акварельной красочки. Да, чуть-чуть совсем. Сильно много не добавляю. И они не супер длинные. Эти мазки могут быть и такими коротенькими. Вот какими-то такими. Вот так. Так. И вот так. Все, останавливаюсь, чтобы не переборщить. Все, отлично. Так. Здесь у нас тоже какой-то интересный такой кустик. Тут деревья. Поэтому вот на кустик. Он такой достаточно темный. Можно даже изумрудный. Плюс фиолетовый. Дать оттеночек такой какой-то более плотненький. Вот тут аккуратненько прохожусь возле моста. И между мостом тут тоже создаю вот эти вот эффекты объемного куста. Можно чуть больше зеленцы. Так. Какой-то там такой элемент. Уходящий тут в край. Отлично. И сейчас займемся цветочками и веточками. Мою хорошенько кисточку. Опять-таки берем наш карминовый цвет. И легкими движениями руки создаем цветочки. Понятно, что каждый цветочек рисовать у нас задачи нет. Я сначала беру полупрозрачную красочку. И начинаю рисовать вот эти вот плямпочки на наших веточках. Как будто бы у нас тут растут цветы. Что важно. Сначала делать это полупрозрачно. Делать по веточкам. Чем дальше от центра наши цветочки, тем реже. Тем они как бы так более отдельно смотрятся на ветках. Чем ближе вот сюда, тем это могут быть более общие массы. Более пышные какие-то истории. Но в целом все равно прохожусь и прорисовываю много цветочков с промежутками между друг другом. Чтобы у нас получился эффект цветущей сакуры, через которую видно вот это небо. По веточкам. Еще раз напоминаю, сначала делаю это достаточно прозрачно. То есть много воды, мало пигмента. И достаточно хаотично. Нет задачи нарисовать там три цветочка на ветке с каждой стороны. Нет. Вот где чпокается, там и чпокаем. Вот в этой верхней границе можно больше чпокать. В этой верхней части точнее. Тут как бы больше цветов, больше веток, более частая история про цветение. Чем дальше, тем как бы реже встречаются эти цветочки. Они так уже отдельно друг от друга цветут. Вот здесь делаю такую историю. Мало тоже не делаем. Это один из основных элементов. Он на переднем плане. Поэтому добавляем смело. Про веточки пока не думаем. Мы потом их будем прятать в наших цветах. Так. И то же самое в нижней части. Тут немножко больше сделаю веточку. Так. Вот у нас такая вполне себе цветущая получилась история. И то же самое делаю снизу. Полупрозрачно сначала. Здесь будет видно меньше, чем сверху полупрозрачный этот тон. Но все равно они будут чувствоваться, они будут заметны. Отлично. Теперь беру кармина чуть побольше. И прямо вот пока у меня тут еще до конца цветочки мои не подсохли, добавляю в них более яркий пигмент. Это создаст нам объем. Есть полулегкие такие, полупрозрачные лепестки, цветки. А есть вот такие более насыщенные. Соответственно, они либо глубже находятся в дереве, на ветках, либо в принципе ярче. Но тоже там суперчистым кармином не бомблю. Все равно это у меня какие-то такие переливы-перетеки. Вот здесь у меня уже все подсохло, поэтому водичкой, кисточкой помогаю немножко создать. Стараюсь где-то потыкать, потыкать ярким кармином, а потом водичкой немножечко подразмыть. Чтобы это все равно не было суперярко. И чтобы это были все-таки разные, разные истории. Где-то поярче лепесток, где-то потемнее. То есть они не должны быть одинаковые. Где-то большой сгусток цветов, где-то маленький. Вот в таком плане. Чем ближе ветки, тем активнее цветочки. Вот так, хорошо. Ну, в смысле, чем ближе, чем толще и чем ближе к краешку, тем активнее цветочки. Так, внизу еще чуть ярче. Здесь за счет чего нужно делать ярче? Во-первых, у нас вода. Она уже имела какой-то оттенок. Она уже была вполне себе такая сиренево-плотная. Поэтому полупрозрачные наши лепестки здесь просто не сильно читаются. Поэтому здесь можно делать цветочки поактивнее и розовее. Тем более, что мы потом все равно белой гелечкой пройдемся. Сделаем их поконтрастнее. Вытянем на передний план. Поэтому вот можно им подложечку такую сделать более... Более плотную. Вот как-то так. И по веточкам. Что по веточкам? По веточкам все просто. Нет никакой тоже тут такого секрета. Главное делать их тонкими. Поэтому если есть какая-то маленькая тонкая кисточка, не там... Если даже колонок четверка, да, кажется крупноватой, советую взять мелкую кисть. Нам важно, чтобы веточки сейчас получились у нас. Беру жженую умбру. Еще жженые умбры. Вот так. Чтобы веточки у нас получились не вот такие. И вот так вот позаканчивались, да. А максимально тонкие. Еле-еле душа в теле. Вот какие-то такие. Ажурные, прерывистые. Какие-то вот такие. Чем дальше, тем они тоньше. Чем ближе к основанию, тем они могут быть толще. Вот такие веточки, прерывистые, между цветочками, будут смотреться намного натуральнее, чем вот ствол и несколько вот таких вот веток. Поэтому поехали их тоже водить. Я сейчас сделаю еще более насыщенный свой коричневый. Это у меня жженая умбра. Я сразу к жженой умбре добавлю фиолетовый, чтобы цвет получился коричневый, более плотный, более темный. Убираю все излишки. Да, вот так вот. Делаю максимально тонкий кончик. И начинаем водить. Расслабляемся и начинаем водить эти веточки. Не значит, что нам нужно каждую ветку прям ярко-ярко обвести от и до. Нет. Вот основание наметили и пошли. Где-то вот здесь прервемся, потом снова пойдем ее проводить. У нее какую-то такую веточку. Да, то есть не значит, что нам нужно прям сейчас все ветки прорисовать. Нет. Слегка их просто как будто бы намечаем. Вот тут. Они наоборот должны прерываться, потому что их перекрывают цветочки. Нам в этом, собственно, и нужен смысл. Перекрыть сами ветки цветочками. И здесь сделать их максимально легкими. Вот так. Лес палок тоже водить не надо. Главное вовремя остановиться. Здесь тоже намечаю ствол вот у этого дерева. Может так немножко по веточкам тоже наметиться. Но особо это видно издалека не будет. Я просто по стволам прохожу, чтобы они были не черные, а все-таки коричневатые. И здесь тоже у нас вроде как деревце, поэтому по нему тоже можно так слегка пройтись. Но опять-таки супер мелко. А мы тут эти веточки кисточкой так... Ну, не обязательно рисовать. Это можно будет уже сделать в линере потом. Вот. По веточкам... Ой, по стволам прошла, чтобы было более объемно. Все. В красках все. Я останавливаюсь. Беру сейчас белую гелевую ручку и наш черный линер. И доделываем детальки. По деталькам. Что хочется добавить? Ну, во-первых, можно всегда сделать черным линером чуть активнее вот этот вот перепад между бетоном и водичкой. Вот так. Тут тоже какую-то такую более ярко выраженную границу. Ну, если не хватает. Вот тут можно немного... Ну, с учетом, откуда у нас светит свет, не совсем ясно, но по поручням чуть-чуть снизу можно тоже так пройтись слегка по вот этой передней части поручней. Вот именно снизу буквочками П вот такими можно пройтись. Так, потому что туда точно меньше света попадает. Ну, и тем самым вот мы этот объем создаем. По вот этим штучкам можно тоже, да, чуть так активнее. Потом белой гелечкой их тоже засветлить. Так. Вот так. По вот веточкам как раз то, что я говорила, можно немножко пройтись. Так, тут вот что-то доходило куда-то вот сюда. Это история. Там вот какой-то тоже вроде плоскость пол можно чуть-чуть сильнее наметить. Веточки по дереву. Веточки по этому дереву тоже можно чуть-чуть подтенять, особенно вот внизу. Так что можно смело где-то вот веточки, если страшно было кисточкой тонко, да, намечать, то вот можно немножечко наметить вот эту всю красоту именно линером. Линером все-таки тоньше получается, не так боязно что-то испортить. Но я иду именно по нижней границе веточек и обязательно прерываюсь на цветочки, да, чтобы было понятно, что цветы у нас перекрывают нашу вот эту вот всю историю. И то же самое можно сделать вот здесь. У меня здесь такой ствол достаточно ярко выраженный. И вот какие-то такие веточки, которые расходятся. Между цветочков тут вот веточки у меня как будто бы прерываются. Так, это что касается черного линера, да. Естественно, белой гелечкой тоже есть что добавить. Много деталек каких-то можно украсить нашу работу детальками. Сейчас мы тут веточки доведем. Ну вот так, да, сразу становится более ажурненько. Там на дальнем плане ничего уже линером черным не делаю. Белой гелевой ручкой что можно сделать? Так, проверяем. Пишет, хорошо. Во-первых, по цветочкам можно сделать их более, опять-таки, ажурными, более пушистыми, пройдясь по ним вот такими как-то кудряшечками, создавая, ну, конечно, я не рисую, опять-таки, каждый цветочек, но я создаю на них какие-то переходы, как будто бы это не одно большое пятнышко, а много-несколько, много некоторых таких цветочков, да. И вот таким образом собираю общую массу вот этого красивого цветущего дерева. Сделаю здесь так и тут тоже так же повторю. Ну вот, прошлась по цветочкам, и еще можно вот где-то здесь, немножко тоже так пошуршать, сделать какие-то более светленькие кучеряшки на вот этих всех дальних деревьях, так сказать. Главное, не обводить эти деревья по всему периметру. Вот очень частая ошибка новичков, просто взять и все дерево вот так вот по контуру кругленько-беленьким обвести, но на самом деле нет. Все-таки белые блики у нас светятся со стороны света в основном. Я взяла левую сторону, и на ней добавляю всякие белые вот такие блики, да, а уже по нижней правой стороне стараюсь эти блики белые не добавлять, иначе будет смотреться странно. И еще один момент, там дальше должно быть так легко, сильно много, не блестим. Вот здесь на мосту можно уже поярче блестеть. Я вот на этих бубочках делаю блики, да, на каждой. Вот тут такие горошинки. Сразу вытягивается вперед, можно немножечко даже по самому мосту какой-то блеск добавить. По столбикам тоже можно немножко пройтись, по красным. Главное не перекрыть полностью красным-белым, да, но создать какую-то легкую вот такую историю. Здесь даже можно немножко. Вот так, да. Тем самым у нас мостик сразу выходит на передний план. По воде, по бликам тоже, если хочется где-то посветлее сделать, можно белой вот этой вот бликовинкой пройтись, вот по этим тоже эффектам. Если хочется где-то создать еще и светленьких таких блестяшек на водичке, то можно. Ну, я сильно не буду, мне в принципе все нравится. Где-то вот тут можно немножечко таких горизонтальных длинненьких полосочек чуть-чуть добавить. Я даже слегка на дальнем плане все-таки размою наши блики. Просто намочила кисточку, ну, хорошенько помыла, намочила, отжала и так слегка приглушаю. То есть я их слегка размываю, вот эти белые ажурчики, они остаются плюс-минус, но они уходят на дальний план, они уже не главные. Вот такой вот у нас получился красивый японский мотив. Я оставлю небольшую подпись где-то вот здесь, ну, вот можно вот здесь в уголочке. Так, и снимаю малярную ленту. Сейчас будет прям вот совсем волшебство. Я обожаю этот момент. Снимаем обязательно от картинки, то есть тянем от нее, вот так, чтобы не испортить наш рисунок. Оп. Оп. И последний кусочек. Так. О, вот здесь зацепило сильно, но на саму картинку не попало. Вуаля, наш красивый японский мотив готов. Так. 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 Продолжение следует...